Девушки отдыхают Здесь родилось первое в мире государство рабочих и крестьян Владимир Ильич Ленин высоко оценивал питерских рабочих Питер не Россия Питерские рабочие – малая часть рабочих России Но они один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, наиболее твердых отрядов рабочего класса и всех трудящихся России Город Ленина гордится своими революционными традициями Гордится он и днем сегодняшним Город-труженик Город-созидатель Город-герой Более двух с половиной веков Насчитывает история города на Неве А начинался он так В 16-й день мая крепость заложена и именована Санкт-Петербург Так записано в Петровском журнале за 1703 год Утвердить Россию на берегах Балтики Ногою твердой стать при море Об этом думал Петр I Повелев основать в устье Невы на Заячьем острове крепость Преодолев сопротивление врага и природы Возвели русские люди на топкой земле Один из красивейших городов мира Облик города определила простота и ясность планировки Основные магистрали центра Невский проспект Проспект Майорова И улица Дзержинского Лучами сходятся к зданию Адмиралтейства Это архитектурный стержень Ленинграда Планировка города определилась и особенностями его географического положения На низменных островах Дельты Невы Расселенных протоками и каналами В пределах города их более 60 Вода стихии этого города Вода закованная в темный гранит набережных Отражающая полет мостов Летом на широте Ленинграда Выцаряются белые ночи Вечерняя заря сливается с утренней Самый северный из больших городов мира Ленинград Расположен недалеко от полярного круга Близость Атлантики смягчает климат Здесь прохладное дождливое лето И влажная мягкая зима Финский залив замерзает на 5 месяцев Но навигация продолжается круглый год Ледоколы прокладывают путь морским судам Город с самого начала создавался как морской порт И сегодня через Ленинградский порт К нам прибывают гости со всего мира Нева здесь глубокая Океанские и пассажирские корабли Швартуются прямо у тротуаров набережных Через морской порт Осуществляются широкие экономические связи Ленинграда И всего северо-запада С республиками Прибалтики А также с зарубежными странами Особенно с братскими социалистическими Со строительством Беломоро-Балтийского канала И с реконструкцией Волга-Балта Ленинград стал и крупнейшим речным портом страны И все же ведущую роль в перевозках Играют железные дороги В Ленинграде Самая сложная в стране система Взаимодействия различных видов транспорта Со всех концов страны получают Город на Неве сырье А вывозят готовые промышленные изделия Крупногабаритные грузы Отправляют по воде Издавна город на Неве Центр русского судостроения И кораблестроительной науки Первые русские суда На Балтийском море Были спущены на воду С верфи Адмиралтейства Машиностроение Ведущая отрасль индустрии города Около половины рабочих Ленинграда Металисты Важная особенность ленинградского машиностроения При обладании квалифицированных отраслей И сравнительно невысокая его металлоемкость Это точнейшие металлорежущие станки Сложные приборы И наряду с этим металлоемкое производство Турбинами Ленинградского металлического завода Имени 22-го съезда КПСС И генераторами завода электросила Оснащено большинство тепловых И гидравлических станций Советского Союза Кировский завод С его конвейера Сходят самые мощные в стране тракторы Они распахивают поля Казахстана И Индии Сибири и Кубы В группу важнейших ленинградских производств Входят предприятия радиотехнической И электронной промышленности Новейшие станки с программным управлением Из Ленинграда Идут во все концы нашей страны и мира Ими оснащаются современные заводы И научно-исследовательские институты Союзную специализацию имеют и отрасли легкой промышленности Которые сложились здесь исторически Кожевенное производство Обувное Обувное Текстильное Сегодня предприятия легкой промышленности Оборудованы новейшими автоматическими станками Но есть отрасли промышленности Где прикосновение человеческих рук неизбежно Вручную расписывают фарфор Формуют хрусталь Фарфоровые и стекольные заводы Основаны еще Ломоносову Ленинград Решает задачу данную ему страной Быть одним из важнейших центров научно-технического прогресса Конструкторских и научных учреждений Здесь около 400 Пулковская обсерватория Институт народов Севера Университет Институты Академии наук Сегодня Ленинград И крупнейший книгоиздательский центр страны Книжные фонды Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Величайшая культурная ценность Всемирно известны театры и музеи Ленинграда В Эрмитаже и примыкающих к нему зданиях Размещаются коллекции Самого большого в стране художественного музея Русский музей Сокровищница национального искусства Столетиями складывался город Своего рода музей архитектуры и скульптуры Неповторимые по красоте и силе ансамбля Овеянная славой великих исторических событий Дворцовая площадь Мы ценим и бережно сохраняем памятники исторического прошлого Памятники таланта и труда народа Замечательные дворцово-парковые ансамбли сохранились в пригородах Ленинграда Пышный дворец украшает парк южного пригорода Ленинграда Города Пушкина Он назван так в честь великого поэта Здесь в царско-сельском лицее он учился Здесь начал писать стихи Летят алмазные фонтаны С веселым шумом к облакам Под ними блещут истуканы Дробясь о мраморной преграды Жемчужной огненной дугой Валятся, плещут водопады Так писал поэт о фонтанах Петродворца Западного пригорода Ленинграда Золото статуи и пышность дворцов Напоминают о 18 веке А эти фотографии память недавних лет Таким был Петродворец в 1944 году 900 дней блокады пережил Ленинград 900 дней в холодном мертвом кольце И выстоял Но потерял миллион своих жителей и защитников Раны, нанесенные гитлеровцами городу-герою Уже давно залечены Но есть другие раны Они в сердцах советских людей Потерявших в те годы родных и близких Пискаревское кладбище Знай, внимающие этим камням Никто не забыт И ничто не забыто На местах боев На полях, изрытых траншеями и воронками снарядов Вырос новый город Проспект народного ополчения Проспект героев Проспект ветеранов В этом городе история на каждом шагу Здесь все связано с именем Ленина Смольный Здесь Ленин провозгласил победу социалистической революции В этой комнате на втором этаже Жил Владимир Ильич И сейчас в Смольном Руководящий центр ленинградских коммунистов С каждым годом Ленинград растет На отвоеванных у моря землях Строится новый район Где поселится свыше ста тысяч человек По генеральному плану Город должен повернуться Лицом к морю Дыхание суровой Балтики Врывается в город В день военно-морского флота Это традиционный праздник ленинградца Город морской и боевой славы Город великих революционных свершений Город мысли и труда Мы гордимся тобой, Ленинград Город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова